Колоритный курортный город Сан-Себастьян, Испания, радушно встречает гостей со всего мира, хотя россияне пока достаточно редко посещают этот земной рай. Зато у тех, кому довелось хотя бы несколько дней провести в Сан-Себастьяне, это посещение вызывает настоящий восторг и восхищение ласковым морем, гастрономическими изысками, чудесными магазинами, насыщенной развлекательной программой. Для удобства русскоязычных путешественников доступны карты Испании, на которые нанесен морской курортный город Сан-Себастьян. Туристам, путешествующим на автомобиле, карта шоссе на русском языке поможет беспроблемно преодолеть любые расстояния, беспрепятственно, с комфортом добраться в город. Подробная схема самого города на русском языке дает возможность каждому гостю быстро ориентироваться в незнакомом месте, легко находя заинтересовавшие достопримечательности и объекты инфраструктуры. Карту города для русскоязычных туристов можно бесплатно скачать на смартфон или планшет, что обеспечит абсолютную мобильность и независимость от организаторов экскурсионных туров. Сантандер, Испания, достаточно мягкий климат Сан-Себастьяна имеет свои особенности, значительно отличаясь от погодных условий большей части Испании. Высокий сезон традиционно приходится на летние месяцы, особенно много отдыхающих отправляется на курорт в июле-августе. Со второй половины июня и до сентября морская вода хорошо прогревается, ее температура достигает плюс 26 градусов. Воздух в дневные часы и лето нагревается до плюс 30 градусов, но легкий морской бриз приятно освежает, не создавая ощущения жары. Обратите внимание, ночи в Сан-Себастьяне в летний период могут быть прохладными, поэтому, отправляясь на вечернюю или ночную прогулку, стоит прихватить с собой более теплую одежду. На протяжении сентября и октября на морском курорте протекает «бархатный сезон». В этот период снижается температура воздуха, достигая днем плюс 22-25 градусов, что особенно привлекательно для отдыхающих, избегающих жары. При этом постепенно снижается температура морской воды, достигая плюс 18 градусов, что может быть комфортно для некоторых купальщиков. В начале осени преобладают солнечные дни, но иногда случаются сезоны, когда облачности дожди меняют планы туристов, приехавших на испанский курорт в бархатный сезон. С ноября погода обычно портится, преобладают пасмурные дни, купание в море становится некомфортным даже для закаленных людей, поэтому пляжи полностью пустеют. Зимы в Сан-Себастьяне дождливые, температура воздуха не опускается ниже 0 градусов даже в январе, поэтому здесь не бывает метелей и снежных заносов. С середины апреля начинается чудесный период обновления природы. Активное цветение разнообразных растений наполняет воздух пьянящим благоуханием. Во второй половине апреля воздух прогревается выше плюс 20 градусов, поэтому пляжи начинают наполняться отдыхающими, принимающими воздушные и солнечные ванны. Прибрежная вода в этот период достаточно прохладная, ее температура редко поднимается выше плюс 18 градусов, поэтому немногие туристы решаются на купание. Семьи с детьми редко отдают предпочтение весеннему пляжному отдыху, потому что малышей ожидает разочарование из-за прохладной морской воды. Сан-Себастьян имеет достаточно долгую и интересную историю. По некоторым описаниям город был основан в 1180 году, но в результате постоянно ведущихся войн, городские постройки практически полностью разрушались или сжигались несколько раз за предыдущие столетия. В настоящее время красивейший испанский город, населенный 186 тысячами жителей, Сан-Себастьян в Испании имеет достопримечательности, ценные памятники культуры и архитектуры, привлекающие толпы туристов. Салоу, Испания, архитектурная направленность прошлого века придала городу особый шарм и очарование, из-за чего он получил народное название «Маленький Париж». Гостей привлекают залив Ля Конча, гора Игуэльда, гора Ургуль, старый квартал, пляж Сурриола. На заметку. В заливе Ля Конча находится главный пляж и набережная, украшенная замысловатыми композициями цветов, высаженных на клубах, причудливыми фонариками и уединенным лавочками. Место располагает как к неспешным прогулкам в дневное время, так и к вечерним романтическим воежем. На горе Игуэльда сооружена просторная смотровая площадка, с которой открываются живописные виды во всех направлениях. Круглосуточная работа площадки позволяет сверху лубоваться городом в солнечных лучах и в многоцветных ночных огнях. В 1925 году на горе был построен знаменитый парк развлечений, который периодически проходит обновление. Покорить Игуэльда можно пешком, на автобусе, на автомобиле или по воздуху на фуникулере. Огромная статуя Христа, охраняющая и оберегающая целый город, возвышается на горе Ургуль. Поверхность всей горы представляет собой живописный парк с множеством пешеходных дорожек и лавочек. Тут же работает музей истории города, размещенный в полуразрушенной крепости. Все интересные места можно посетить бесплатно. Историческая часть испанского города, Старый квартал, представлена площадью Конституции и расходящимися от нее в разные стороны неширокими улочками. Не очень высокие здания выкрашены в красивые цвета постельных оттенков, придавая улицам особое очарование. На площади Конституции периодически проходят веселые ярмарки и городские гуляния. В этом районе в 1928 году был построен аквариум, принимающий более 300 тысяч посетителей ежегодно. Огромный прозрачный тоннель позволяет окунуться в захватывающую жизнь морских жителей, посмотреть на нее изнутри. Часть города, именуемая Сурриола, включает одноименный пляж и набережную, на которой постоянно проводятся развлекательные программы, праздники, фестивали, музыкальные конкурсы и концерты. Камбрилис, Испания, обратите внимание. Город славится чудесными пляжами, привлекающими и семьи с маленькими детьми, и ценители активного отдыха, и любителей беззаботных развлечений. Главные пляжи Сан-Себастьяна, Ля Конча, Андорета, Сурриола, на острове Санта-Клара. Бухта по форме напоминает ракушку, ограниченную по бокам горами. Пляж Ля Конча привлекает своей благоустроенностью и ухоженностью как многочисленных гостей, так и местных жителей. Андорета дарит покой и размеренный отдых семьям с детьми. А Сурриола манит молодежь, ведь именно здесь расположены главные центры серфинга. На небольшой пляж, расположенный на острове Санта-Клара, можно попасть на катере, периодически совершающем рейсы. Опытные пловцы, демонстрируя свою силу и мастерство, преодолевают расстояние самостоятельно в плавь. В настоящее время прямых авиарейсов из Российской Федерации в аэропорт Сан-Себастьяна не предлагается. Пассажиры, отдающие предпочтение авиационному транспорту, совершают перелет в Барселону или Мадрид, откуда выполняются ежедневные рейсы в Сан-Себастьян. Такой способ путешествий занимает минимум времени, но требует больших финансовых затрат. Любители железнодорожного транспорта могут выбрать маршрут через Париж, хотя он обойдется не очень дешево из-за высокой стоимости услуг европейских железнодорожников. На заметку. Самым оптимальным маршрутом, по мнению опытных путешественников, считается комбинация нескольких видов транспорта. Добравшись на самолете или поезде в Барселону, достаточно купить железнодорожный билет до Сан-Себастьяна. Дорога до него займет около пяти часов. Отдых в Сан-Себастьяне трудно назвать бюджетным, потому что на курорте высокие цены. Отели предлагают дорогие комфортабельные номера, поэтому стоит учитывать свои финансовые возможности. Однако при желании можно подобрать достаточно недорогое место проживания. Обратите внимание. Гости Сан-Себастьяна при стесненных финансовых возможностях могут остановиться не в отеле, а в хостеле, где цены оказываются доступными для всех постояльцев. Не стоит отказывать себе в радости путешествия в Испанию. Разумно планируя отдых и бюджет, в путешествие можно отправиться уже сегодня.